Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности. По меру взросления не все знают, как поступить, как защитить свои права. Опыт показывает, что для защиты своих законных интересов школьник редко обращается к родителям, чаще всего пытается самостоятельно или же при помощи друзей, порой весьма сомнительных в защите своих права, иногда переоценивая свои возможности и приступая к линии дозволенного, что приводит к нарушению законности и нравственным переживаниям. Плохо, когда начинает помогать совершенно чужой человек, толкуя свои идеологии. Вот так просто некоторые попадаются на крючок экстремистически настроенных людей. Большую роль здесь играет и интернет. И эти и другие вопросы были подняты при встрече сотрудников отдела МВД Российской Федерации ПАХа Советовского района и религиозных деятелей со школьниками Петраковск средней общеобразовательной школы. Что я хотел вам сказать. Вы все очень прекрасно одеты, обуты, отправились родители сюда в школу для того, чтобы вы обучались. У вас сегодня абсолютно некая задача, проблемы не должны беспокоить, кроме как ваша учеба, просвещение над своими знаниями. Также хотел бы довести до вас, связанные, мы проживаем, так как провели на территории Российской Федерации, мы должны соблюдать законы и порядки на территории Российской Федерации. То, что связано с телефонами, у вас заносят, да, телефоны эксцессорные на уроки или вообще ученики пользуются, да? Мы забыли пользоваться, например, там, но запрета такого нету, абсолютно, да? Я ранее тоже, может, доводил, до этого класса доводил, нет, не знаю. Есть у нас определенные фотографии на территории Российской Федерации, признанные экстремистского туристического характера, которые запрещены на территории Российской Федерации. Это, в частности, ИГУовский флаг, вы все знаете, ИГУовский флаг. Это черный флаг с арабской миссией. С вами никто не спорит, сегодня очень много полезной информации в интернет-сайтах. Также, можно сказать, в силу вашего подросткового возраста вам больше, наверное, интересно бывает запрет на негативную информацию. Поэтому там есть определенные сайты, признанные экстремистского характера. Я данные, чего тоже не хочу назвать. У нас есть примеры, например, на территории района есть парень, 16-17-летний, который ростовский военный суд его осуждал за то, что он зарегистрировался в сайте, который ему, например, неизвестно. И там переписывался с этими людьми, хотя этих людей он в глаза не видел. Просто поддерживал эту переписку и переписывался. А этот сайт был, как бы, запрещен на территории Российской Федерации экстремистского характера. Также вот эта фотография, то, что он сказал, это идиотские флаги. Вы то, что размещаете у себя на своих страничках, это все просматривается, видится. У нас есть определенные сотрудники, кто проводит мониторинг и вычисляет, кто, какие сайты заходил, кто на какие фотографии, лайки ставит у себя, какие размещают на своих страницах вот эти фотографии. Это все влечет доход до уголовной ответственности. Также влечет административную ответственность. То, что касаемо, например, родителями, у нас есть такие моменты, что административная ответственность. Все знаете, на какого лифта наступает? Кто знает, когда мы поступаем, административная ответственность? Посколько лет? 14. Он сказал, что с 16 лет наступает административная ответственность. Уголовная ответственность наступает с 14 лет на области. Поэтому у нас, да, тяжкие, особо тяжкие предприятия. У нас есть также за этот год несколько фактов, которые люди разместили, чисто фотографии, на страницах, которые проводят монитору, сотрудники вычислили, вызвали родителя вместе в отдел. И в отделе они и родители, и сами несовершеннолетние подростки говорят, что они об этом не знали. Как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Поэтому, как бы протокол составлялась и на несовершеннолетних самих, и на родителей, тот до постановки на учет несовершеннолетних. Но вам так скажу, то, что связано с учетом, тоже, например, да, у нас в России база данных информационных центров один. Если даже вы по окончанию учета будете устраиваться за пределы республики Дагестан, любой престижный вуз, будет служить техникум, к нам приходят запросы, какой-то несовершеннолетний состав, уже на том, что вы имеете там получивший материал отношения вас. Естественно, если вы составили, мы можем такую справку дать, что вы не составили. Это на вашей биографии положительно, в любом случае, не скажется. Это нам служить, как черное пятно на вашей биографии. Потому что вы, если же нам что-то, не будете составить. Но в течение полгода, года вы сниметесь, в любом случае, информационный центр, активы останется, что за то или иное влияние, правонарушение, если вы какой-то определенный период составили нам получать. Поэтому к вам просьба, можно сказать, прежде чем регистрироваться в какие-то сайты, даже лайки ставить, размещать вот эти фотографии. Вы узнаете у своих преподавателей, у родителей. Кто не знает, кого здесь, а нет, то тоже дойдите. Есть определенные фотографии регионов, и не знаю, если размещать, лайкать, вся на странице, и регистрироваться на неизвестном сайте. Название вот этой профилактической мероприятия, профилактического операции. Твой выбор. Оно почему отражается, почему говорится твой выбор? Каждого из вас есть выбор. Что-то сделать, что-то не сделать. Прежде чем, что-то сделать, и вы сомневаетесь, что это польза от этого, надо поинтересоваться, можно ли, нельзя ли. Спросить у нас ситуация какая будет, когда кто-то заболел. Все, наверное, знаете, родители начинают звонить одному врачу, другому врачу, знакомых ищут. Вот так же и здесь. Здесь у нас сегодня присутствуют имамы. По религиозной части они вам тоже доведут. Хотелось бы добавить, вот в отношении там тоже запрещенные. Есть специальный сайт, где вся информация о запрещенных фотографиях. Не только фотографии, но есть и музыка тоже. Песни есть, которые запрещенные на территории Российской Федерации. И вот разместив в одну песню и в открытом доступе, если кто-то еще будет туда заходить, это уже вы совершаете административное правонарушение. За это уже будут, получается, ваши родители привлекать доставок контроля. Поэтому как-то вот в этом плане. У нас есть такие случаи, когда дети вашего возраста уже как взрослые, террористически направленные люди поехали куда-то совершать преступление. Там у них сидят очень серьезные люди, которые работают на психологии, они психологи сами по себе. И им поменять ваше мировоззрение ничего не стоит. Самые ваши близкие, самые ваши лучшие друзья, это ваши родители. Поэтому прежде чем сделать какой-то шаг, надо подумать сто раз. Вот от этого хотел бы вас уберечь. Интернет это такая вещь, в которой действительно можно принять, очень много полезного оттуда извлечь, но и можно попасть в такую переделку, что потом на всю жизнь она будет аукаться. Поэтому будьте немножко внимательней, черпайте из интернета только полезную информацию. Меня зовут Мухаммад Хаджи, я один из городских имамов города Хасаверта, мечети имени Башира Шейха. Каждый из нас должен осознавать и понимать, что он создан в этот мир не зря. Почему? Потому что каждый из нас должен пройти испытание. В этой жизни нас везде ожидают испытания. Почему? Аллах в Коране говорит, «Бисмиллахи рвахмана рвахиму, маа халяхтур джинну вал инса, илля ли я буду». Я не создал, говорит, ни людей, ни джинов, кроме как для поклонения. Но каждый из нас, живя в этом мире, должен осознавать и понимать, что он выбирает сам свою дорогу. Когда человек верует, он должен веровать и в кадр Аллаха, предопределение судьбы. Будь оно хорошее или плохое, это все от Всевышнего Аллаха. Но за рабом, за нами остается выбор. Какого рода? Вот, например, утром вы дома оделись, красивые вот белые рубашки, хорошие штаны, обувь почистили. Идете по улице, и вдруг перед вами большая лужа, грязь. Что мы сделаем? Обойдем. Почему? Чтобы не испачкаться, чтобы другие люди не посмотрели и не сказали, смотри, какой грязный идет в школу. Правильно же? Все внимание будут обращать на того человека, который грязным, идет по луже, например. Все на него обращают внимание. А чтобы этого внимания не было, мы обходим его. Вот в этой ситуации, вот в этом примере, у нас включается разум. мы себе делаем анализ. Если я посередине пройду, я буду грязный. Все люди будут обращать на меня внимание. Из-за этого предпочтение отдаем тому, чтобы обойти и чисто в виде дойти до школы. Правильно же? Вот во всех жизненных ситуациях вот этот разум у нас должен быть включенный. Бывают такие ситуации. Идешь по улице, видишь что-то плохое. Мы же можем ее взять, убрать. Почему? Потому что в нашей религии предпочтение отдается тому, чтобы то, что вредит другим людям, ее убирать. И можем пройти просто, сказать, мне это не касается. Но выбор, который мы делаем, чтобы ее убрать, нам и вознаграждение дает, и в нашей душе бывает спокойствие за то, что я сделал хорошее. Вот точно так же, независимо, вот как сказали предыдущие, здесь мы сталкиваемся с большим таким мусорным баком, который называется интернет. Конечно, в этом мусорном баке есть и хорошее, которое может пользу приносить. И вреда много. И когда мы доходим до вреда, если мы можем этот вред обойти, оставить, чтобы она нам не наградила, это, конечно, очень хорошо. Но порой бывает, что мы из-за того, что не обладаем такими знаниями, которые нам полагалось бы. И в тот же момент мы не спрашиваем своих близких, взрослых, родителей. И получается, что мы попадаемся. Попадаемся в греховное. Попадаемся в то, что нам не нужно было делать. А за это несем ответственность. И с религиозной стороны, и со стороны закона. Почему? Потому что мы везде, как бы ни было, мы везде ответственность несем за свои дела. Пророк Мухаммад салли Аллаху алейхи вассалам в своем священном хадисе говорит. Каждый из вас является пастырем. И каждый пастырь отвечает за свою пасту. Вот возьмем пример жизненный. Вот человек утром, у вас, наверное, здесь есть коровы? Есть? Коровы есть, барашки есть. Вот этот пастух, который рано утром забирает вот этих всех коров, вот этих всех барашек, он же выводит на поле, их кормит, поит там водой, потом вечером возвращается. Да же? А если вы утром 10 барашек выгнали на поле вместе с этим пастухом, а вечером пришло 9 барашек, вы к кому обращаетесь? К пастуху. Почему? Потому что он же несет ответственность за это. Соответствующим образом в жизни тоже. Каждый родитель несет ответственность за своих детей. Он их финансово, физически, морально поддерживает и воспитывает, стараясь после себя оставить хороших людей. А если мы не будем слушаться их, если мы не будем советоваться с ними во всех наших делах, то как же они будут нести ответственность? Они же даже порой бывают, как сказали, даже они не знают, чем мы занимаемся. Почему? Потому что телефон, казалось бы, маленькая вещь, но попадаем в большое пространство, интернет, там всякое, всячина очень много, зная, не зная, мы и лайкаем, и заходим в эти сайты, потом за это же приходится нам отвечать. Почему? Потому что я же это все делал, не ограничиваясь моим ответственностью, привлекать и моих родителей. Почему? Потому что вы же дали этому ребенку телефон, доступ к интернету, соответственно, они тоже, не зная того, что вы делаете, приходится им тоже отвечать за это. Каждый из нас должен предостеречь, например, у каждого, наверное, есть младшие братья, сестры, есть у многих. Вот когда ребенок идет, подходит к печке, горячей печке или кипятку, что мы делаем? Стоим, смотрим, да, пока что-нибудь произойдет? Отводим, правильно же? Говорим, бишь, в уровне подходи, нельзя, убираем его. Точно так же мы должны во всех делах, где есть подозрения, где есть вред человеку, мы должны от этого сами тоже отходить и других тоже отводить. Пророк Мухаммад в своем священном хадисе говорит, смысловое значение, ни один из вас не уверует полноценной верой, пока то, что он хочет для себя, не захочет для своих братьев. Братьев поверье. Вот все мы являемся братьями, сестрами. Почему? Потому что мы все религиозные люди. Каждый из нас хочет оказаться в раю, правильно? А в рай попадают те люди, которые делали хорошие деяния, выполняли обязательства Аллаха, соблюдали сунду посланника Аллаха. Но нигде мы не увидим, если человек знающий, понимающий, что нужно вредить кому-то, нужно кого-то обижать. Даже за каждую обиду, которую мы по отношению друг к другу делаем, мы за это несем ответственность. Поэтому каждый из нас должен остерегаться от этого. Я же не хочу, чтобы меня обидели, правильно? Я не хочу, чтобы даже плохим взглядом на меня посмотрели. Многие из вас, наверное, видели маленьких детей. Вот когда маленький ребенок сидит, ему сделают что-нибудь из лица плохое такое состояние. Он что ответит? Он же тоже еще хуже сделает. А ты ему маленький кусок языка вытащили? Он что сделает? Весь язык вытащит, тебе покажет добавок. Почему? Потому что это ответная реакция ребенка. Какой бы он маленький не был, он тоже понимает. Если ты ему плохим взглядом, он тоже тебе плохим. Если ты ему язык, он еще язык показывает. А если ты улыбняешься, что он сделает? Он же тоже улыбается. Давайте будем улыбаться друг другу, чтобы было все хорошо в нашей жизни, и чтобы и здесь, и в загробном мире нам не пришлось отвечать за наши плохие поступки. Ассаламу алейкум и рахмат и баракат поздравляю вас сэх. Мы уже почти одна третья часть месяца рамадана уже прошли. В таком месяце мы находимся баракатно и сегодня нам счастливилось вместе с вами встретиться. Вы не думайте, что мы здесь сидим. Мы большие ученые, алимы, весь дуньян и весь маишат, все то, что на свете на нас висит. Мы тоже такие же люди, как вы, такие же ученики, которые учимся на ошибках других, которые занимаются дополнительно своими знаниями, прием полезные знания, чтобы быть достойными людьми, достойными мусульманами, верующими людьми среди общества. Просто по возрасту разное. Завтра когда вы закончите школу, закончите свое учебное заведение другие высшие или среднее учебное заведение, вы тоже будете на этом же месте сидеть и другие такие же лекции читать. Мы тоже сидели как вы и слушали старших и сегодня Аллах нам дал возможность сидеть здесь. Почему я это все говорю? Тророк Мухаммад говорит, три человека должны усыдно работать, чтобы были полезные знания. Полезные знания что такое? Это чтобы человек был нормальным, достойным человеком, который все берут с него пример. Не таким человеком, который видит этого человека, все остыргаются от него, боятся этого человека, даже просто боятся с ним находиться, потому что вред который на этого человек идет, чтобы ты не попал в эту категорию. Первая из категорий, которую пророк сказал, это родители, которые должны усыдно работать, усыдно вести себя, чтобы вы получили знания. Это ваши родители. Посмотрите, красивые лица, хорошим обликом, вот здесь сегодня пришли, форма красивая, белая одежда, чистая, все у вас есть, сытая, еда, то, что вам необходимо для учебы, все вам дали родители. Дали же? Если что, они вам не дали, чтобы сегодня нормальный урок получить. Нет уже? Все дали, архамдулилах. родители, они усыдно работали, чтобы вы нормально учились. Второе место стоит ученик, сам ребенок. Это вы, которые должны усыдно искать знания, усыдно учиться, получить полезные знания, чтобы от себя убрать невежество и чтобы быть такими достойными людьми своего общества. На третьем месте стоит учитель, учитель, и учитель должен усыдно работать, чтобы вам дать знания. Сейчас мы возьмем пример. Родители вам все сделали. Сделали же? А вот когда вы на урок пришли, был ли такой момент, что без учителя вы находились в классе? Какой урок прошел без учителя? Не прошел даже? Значит, они тоже работают. И родители тоже усыдно работают. Единственное, что мы теряем, усыдно учеников. Нормально не учатся, пропускают, опаздывают, на двойке учатся, невнимательны во время уроков. Это все значит, вашего усердия не хватает. Если один из трех потеряет усердие, потеряет усердие, значит, полноценные барракадные знания у вас не будут. Да, в конце школы по окончанию учебы вы можете получить аттестат, вы можете получить дипломы разного цвета, красного, сынного, разного цвета можете получить. Но барракад на них не будет. Это ваш диплом, где аттестат будет в шифонере, в шкафу, и вы будете работать где-то в другом месте, вы уже работаете, копая, где-то другую работу делаете. Я не говорю, это униженная работа, но имеется в виду, когда вы можете сидеть в белом, чистом форме, как вы учились, в таком же форме, когда вы можете быть полезным среди общества, вы работаете как в индивидуальной работе, а где можно максимально нормальная работа, у этих людей барракад не знаний было. Сегодня к чему я тебе говорю именно учителя? Вопрос. Родители, наверное, есть ли у вас, чьи родители преподаватели есть? Нет. А вот, вы знаете, у вас, друзья, соседи, у кого родители, учителя, дома они учатся у родителей, они же приходят в школу. Родители, хоть профессор он, хоть директор школы он, он не может своего ребёнка дать те знания, которые учитель в школе дает. То физически не успевает, то он только специалист по одному предмету. Из-за этого сегодня, если вы не будете уважать учителей на уровне своих родителей, барракад знаний у вас не будет. Если не будете уважать школу, если не будете уважать учебную аудиторию, если не будете уважать книги, тетрадь, ручку, родителей, учителей, у вас барракадных знаний не будут. И вот вы сегодня увидели, что без учителя знаний не будет. Это для вас пример. Это к чему сегодня я говорю? Вот сегодня у нас, как говорили, твой выбор. Если человек выбирает телефон, и в телефоне смотрят разные, как говорится, религиозные направления, которые идут, лекции, бывают. Бывают ученые, которые действительно проверенные, нужные, хорошие, которые от них предложили пример брать. Но, к сожалению, если 10 человек смотрят телефон, 2 человека может только хорошее, полезное взять, 8 человек смотрят, не нежные места. Может, вы сейчас это не понимаете, но лет через 5, когда у вас в студии станете, когда школу закончите, кто-то в университете, училище, вы об этом подумаете. Это ваше будущее. Если вы там лайкнули, может, вы не знаете, но все равно это административная ответственность, статья 23. Вы все равно хотите, наверное, поступить в будущем в серьезную организацию, в госслужбу, либо там силовая структура, либо в серьезную компанию. А там они всегда требуют справки с полицией. А если вы стояли на учете, это все равно отражается. Так что лучше подумайте. Не надо заходить какие-то сомнительные сайты. Лучше проверенные сайты там. Хотите лайк поставить, поставьте лайк своему товарищу за фотографию. А так куда-то лезть лучше не стоит. Это мероприятие, посвященное терроризмом и экстремизмом. И проводим беседы с детьми, совместно с работниками КДЛ и ежемесячно у нас. Они по нашей просьбе и сами приезжают. И также подключаем духовное управление. Мы проводим эти мероприятия и хочу подытожить с ребятами. Мы очень делаем дружеские отношения. Они знают, что субординацию соблюдают. Кто такой директор, кто такой учитель. Есть между нами эта дистанция. Но ребята понимают, что за их будущее ответственность несут только они. Если сегодня взять, поставить на учет этих ребят. Многие приходят к заучу, подходят к директору, подходят к Арману Лавичу. Мы здесь поступили некрасиво. Здесь мы где-то допустили ошибку, извиняются. В таком формате у нас проводится это мероприятие. Но я хочу, ребята, вам сказать, как уже наши гости. Вы сказали вам свое предположение, свое мнение, что вы от этого получите. Эти инстаграмы, эти соцсети, которые вы, наверное, в какой-то степени... Мы тоже не можем это все контролировать. Но я подписан на своих учеников. Многих они знают. Под контролем мы держим. Но вы знаете, недавно вы попадете куда-нибудь, иметь в виду, не в тот сайт зайдете. Вы знаете, вы проблемы не только для себя делаете. Вы, в первую очередь, проблемы для своих родителей делаете. Которые вас отдали учиться, вас обеспечивают. Вы прекрасно должны понимать, что ваше будущее – это за вами. И вам хочу выразить благодарность. Это действительно мероприятие, которое вы провели и проводится в Патриотическом Мероприятии в Патриотском районе с 13 по 20 мая, как она идет. И это мероприятие послужит примером для подражания. Я, как патриот страны, как патриот своей малой родины, я хочу сказать следующее. Мои дети, мои ученики – они настоящие патриоты. Они не патриоты. Вам спасибо. И если, конечно, здесь, конечно, все классно платить сразу не могли, я уверен, что у присутствующих есть свои друзья, братья, сестры, одно-классники из других классов, вы, наверное, общаетесь. Вот, если можете вот эту информацию чуть-то обведите, если где-то увидите, что кто-то вас ждет куда-то, не туда сможет, просто можно дружеским советом, не обязательно, грубостью как-то, мягко, как вот вода, да, вода не причиняя никакой, более аккуратно, мягко довести, что мы вот разговаривали, нам вот так вот объяснили, просто чтобы человек, как бы, да, ваш же близкий, ваш же друг, чтобы вот не улязывали. Вот эта проблема, она действительно на долгие годы может так прилипнуть, что уже потом будете жалеть, когда вырастете, а вот в тот момент будете думать, а почему вот мне никто не посоветовал, мне никто не сказал. Поэтому я вас остерегаю от этих моментов. вот когда идет обучение, вот как наш предыдущий говорил, что здесь в интернете вы можете написать вопрос, задать, а вот так живое общение вот с анимами, да, с теми людьми, которые вот, с сотрудниками, с берегом, живое общение, это не заменить никаким интернетом. Вы уже в ходе общения, вы видите глаза человека, лицо человека, как он к вам относится, как вот отвечает на ваши вопросы. Это же все не передашь через интернет. Поэтому вот как бы, да, старайтесь в живом общении лучше получать знания, полезные знания, которые будут в пользу для вас, которые, иншаллах, в последующем вы передадите своим детям. Каждый из вас, наверное, хочет вырасти, завести семью, детей, быть полезным для этой семьи. Поэтому вот посмотрите вот эти моменты, немножко, быть немножко просто, немножко осторожней. Одним из ключевых направлений борьбы с террорическим и экстремистским проявлением в общественной среде выступает профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого рода различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативного влияния разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительно зависимость от чужого мнения, вот только некоторые из причин позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди молодежи. Такая встреча в формате нон-стоп новая, пока пробная форма взаимодействия представителей органов правопорядка религиозных деятелей подростками в стенах школы. Но учитывая тот интерес, какой школьники проявили к беседе работников, такие мероприятия вероятно станут постоянными. Играет музыка 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 Играет музыка